Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». В гостях у меня сегодня Владимир Кузин, старший инспектор управления ГИБДД. Владимир, здравствуйте! Добрый день! Ну и поговорим, наверное, сегодня, вот предлагаю, по крайней мере, о том, что лето наступает, на улице уже тепло, и, в общем-то, обстановка на дорогах меняется. Вылезают мотоциклисты, прочие любители мототехники. И вот расскажите, как быть? Правильно вы сказали, меняется она именно с появлением мотоциклистов. Многие мотоциклисты уже открыли мотосезон, и мотоциклы, и скутеры появились на улицах и нашего города, и нашей области. И мы, конечно же, прогнозируем, и опираясь на предыдущий опыт, мы знаем, что будут ДТП с участием мототранспорта. Сразу, наверное, начнем со статистики. По итогам прошлого года на территории Рязанской области зарегистрировано 173 ДТП с участием мотоциклистов, 19 человек погибло, и 194 получили травмы. В основном все ДТП, конечно же, происходят в теплое время года. Это примерно 5 месяцев с середины апреля до сентября, до середины октября. В чем причина таких ДТП? Конечно же, многие мотоциклисты отвыкли от управления таким транспортным средством за зиму, за долгие несколько месяцев. Выехав на дорогу, они вспоминают эти навыки не постепенно, а пытаются достаточно быстро. Соответственно, ездят быстро, маневрируют быстро, ускоряются резко. Водители, в свою очередь, также отвыкли от мотоциклистов на улицах и дорогах. И, конечно же, не успевают реагировать, не успевают к ним привыкнуть, не успевают понять, что мотоциклист, который появился в зеркале заднего вида, через 1-2 секунды может уже поравняться с его машиной, обогнать и слева, и справа. Поэтому необходимо смотреть по зеркалам, слушать. Ну и если увидели мотоциклиста, имейте в виду, что он может через несколько секунд уже вас обогнать. Поэтому прежде чем совершать поворот, поворот, перестроение, необходимо убеждаться в этом несколько раз, что этот маневр не создаст помех. Ну вот все-таки мнение о том, что мотоциклисты, по сути, они сами виноваты. Начиная с того, что вообще они садятся за мотоциклы и не очень хорошо, наверное, думают о том вообще, что они делают. Насколько часто автомобилисты страдают? Пешеходы? Ну, я бы разделил примерно поровну вину в ДТП между мотоциклистами и водителями автомобилей. Не надо думать, что все мотоциклисты – нарушители. Многие из них ездят на зарегистрированных, хороших мотоциклах с водительским удостоверением, со всеми документами, трезвые, не нарушая правила дорожного движения. Даже группами ездят и не нарушают правила дорожного движения. Многие приобретают себе защитную амуницию, поэтому мы очень уважаем таких мотоциклистов. И когда мы их останавливаем на дороге по той или иной причине, то зачастую такие вот мотоциклисты правильные, они их спокойно останавливают, все предъявляют, и мы им желаем удачи и не задерживаем. В основном нарушениями правил дорожного движения грешают молодые водители, скутеров, мотоциклов, у которых еще нет достаточного опыта вождения. Зачастую они не имеют права управления, не имеют соответствующей категории, мотоциклы не регистрируют, бывают мотоциклы угнанные, без полиса ОСАГО, без документов. Конечно же, в ближайшее время мы начнем проводить специализированные рейды в отношении таких мотоциклистов. А что им грозит? Если мотоциклист управляет мотоциклом либо скутером без соответствующей категории, то штраф от 5 до 15 тысяч. Без мотошлема 1000 рублей, если не зарегистрирован в установленном порядке от 500 до 800 рублей и эвакуация на штрафстоянку. То есть вроде штраф небольшой, но за эвакуатор и штрафстоянку придется заплатить немало. Поэтому мы разобрали мотоциклистов и теперь коснемся водителей. Водители зачастую просто не уступают им дорогу и не успевают реагировать на то, что мотоциклист быстро оказывается рядом с автомобилем. Поэтому здесь вина примерно в ДТП поровну. И только вежливость и внимание поможет избежать. Ну хорошо выяснили мы, что мотоциклисты тоже по большей части все-таки сознательные граждане нашего общества. Есть вот еще такая летняя напасть. Ну наверное напасть действительно. Это выходные, когда тепло, когда солнечно. Это майские праздники, которые скоро будут. Ну любят наш народ выбраться на природу. Ну и любят усугубить и сесть за руль. В общем-то тоже. Сколько бы об этом ни говорили, да. А сколько бы ни предупреждали, что так делать нехорошо, нельзя и опасно. Ну в общем-то продолжает происходить. У нас пьяное состояние. Пьяные ДТП. Да, пьяные ДТП. Особенно с наступлением летнего периода. Это конечно же наша головная боль. Их становится больше этих ДТП. Больше становится людей, которые отдыхают на природе. А отдых на природе зачастую сопровождается распитием спиртных напитков. Потом необходимо вернуться в город или там в деревню к месту проживания. Вот. И кто-то на рыбалку едет. В общем причин много выехать на природу. Зачастую люди выпивают. Конечно же мы будем проводить дополнительные рейдовые мероприятия. Все штабные работники у нас выйдут на дорогу. А мы конечно уже с года в год знаем какие-то дни и недели. Это пятница, суббота, воскресенье. Когда люди отдыхают, не работают, выпивают. Садятся за руль в нетрезвом состоянии. И получается ДТП. Поэтому именно в эти дни, в вечернее ночное время, а в воскресенье и понедельник утром, мы стараемся проводить дополнительные мероприятия, чтобы таких водителей выявлять и пресекать. Вот уже на текущий момент нашими сотрудниками с начала года на территории области уже более тысячи водителей в нетрезвом состоянии было выявлено. И штраф-то он достаточно большой. И ответственность за это там 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от полутора до двух лет. Единственное, тревожит то, что с начала года уже 142 водители повторно сели за руль в состоянии опьянения. Повторно. 142. Это большое число, большое количество водителей. Ответственность там еще больше. Часть первой статьи 264 Уголовного кодекса предусматривает вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. И лишение права управления до трех лет. Но, к сожалению, многих это не останавливает. И они продолжают. А были, кстати, уже такие случаи у нас в городе, например, чтобы сажали уже за повторные получения? У нас в основном большие штрафы выбираются как мера пресечения. Лишение права управления. Обязательные работы на несколько десятков, а то и сотен часов. Условные сроки. Пока, к сожалению, таких вот случаев не было, чтобы реальный срок человеку дали. Ну, вот остальные меры все принимаются. Которые, в общем-то, помогают все-таки? Вот помогают. И если взять статистику, в 2015 году по отношению к 2014 году было снижение количества ДТП с участием нетрезвых водителей. В настоящее время тоже значительное снижение по сравнению с 2015 годом. Поэтому, я считаю, те усилия, которые предпринимает госавтоинспекция, в том числе и тут не только работа на дороге, но и беседы, и социальная реклама, и работа со СМИ, доносим до жителей эту информацию. Они, в общем-то, реагируют и становятся таких пьяных меньше. Ну, что ж, хотелось бы, чтобы на самом деле сознательность наша возрастала не только год от года, но день от дня. Спасибо вам, Владимир, что пришли. Нашим телезрителям напомню, в гостях у меня сегодня был Владимир Кузин, старший инспектор управления ГИБДД. Ну и, конечно, будьте ответственнее на дорогах. Редактор субтитров А.Семкин